Бабочки Бабочки представители отряда чешуекрылые. В отряде насчитывается более 158 тысяч видов. Представители отряда распространены на всех континентах, за исключением Антарктиды. Название отряда связано с тем, что крылья его представителей покрыты чешуйками, представляющие собой видоизмененные щетинки. Подпишитесь на канал, ставьте лайки, поддержите нас! По данным различных источников, этот вид насекомых появился 190 миллионов лет назад. Подотряды Первичные зубатые, моли, бесхоботковые, гетерабатмии, хоботковые, привычная всем бабочка. У бабочек две пары крыльев. В воздухе крылья бабочек накладываются друг на друга, сцепляясь между собой. Таким образом, насекомые становятся как бы двукрылыми. Бабочка передвигается за счет сбрасывания воздушных пихрей с крыльев. Таким образом, она порхает. Размеры представителей отряда колеблются в широких пределах. Крупнейший размах крыльев одной из ныне живущих бабочек 28 сантиметров. Самки Сатурни, Касцена, Цера, Геркулес, обитающие в Австралии и Новой Гвинеи, обладают самой большой площадью крыльев – до 263 квадратных сантиметров. Одними из самых больших бабочек в мире также являются павлиноглазки. В размахах крыльев достигает 25 сантиметров. Одними из самых мелких известных бабочек являются так называемые моли-малюки, обитающие на Канадских островах. В Северной Европе с размахом крыльев около 4 миллиметров. К самым мелким видам также относятся голубянки из Афганистана с размахом крыльев около 7 миллиметров. В США с размахом крыльев 6-10 миллиметров. Самая крупная дневная бабочка России – парусник маака с размахом крыльев до 13,5 сантиметров. Крупнейшей ночной бабочкой Европы и России является павлиноглазка-грушевая с размахом крыльев до 15 сантиметров. Как и у всех на зипомах, тело бабочек делится на три главных отдела – голову, грудь и брюшко. Снаружи оно защищено твердым хитиновым покровом, образующим наружный скелет. Внешний вид и окраска крыльев до бабочек имеют важную роль в повышении их выживаемости. Это и защитный камуфляж, и внутривидовое распознание, и предупреждающая демонстрация. Окраска крыльев чешуекрылых может быть пигментной, оптической и комбинационной, сочетающих два предыдущих типа окраски. Яркая окраска крыльев некоторых бабочек контролируется двумя основными механизмами – диффузными отражениями падающего цвета от мультислоев и спектральной фильтрацией внутреннего пигмента. Каждая пигментная чешуйка содержит в себе только один пигмент. Наиболее часто это меланин, придающий черный и коричневый цвета, или похромокаротиноиды, характеризующиеся цветочувствительностью и обуславливающие желто-зеленую, желтую, бурую, оранжевую и красную окраску. Лаваноиды обеспечивают окраску желтого, белого, красного и коричневого цветов. У белянок желтая окраска обусловлена пигментом ксантоперином и пуриновыми основаниями. Почти у всех бабочек рисунок на левой паре крыльев идентичен рисунку правой, являясь его зеркальным отражением, но существует исключение – мадагаскарское урание со симметричностью рисунка на крыльях. Некоторые бабочки могут настолько отличаться друг от друга, что их можно принять и представителей разных видов. Под влиянием температурного воздействия на куколку у многих видов появляются изменения в окраске и рисунке крыльев, а иногда даже и в их форме. Примером сезонной изменчивости являются пестрокрыльницы изменчивая. У весеннего поколения крылья рожевато-красной окраски с рисунком из черных пятен с белыми пятнышками у вершины переднего крыла. У летнего поколения окраска крыльев черная с белыми пятнами. Изменение окраса в разные сезоны связано не только с температурным режимом, но и с состоянием куколки. Количество пигментов в крыльях бабочки зависит от содержания гормонов куколки. Весной его вырабатывают меньше, а летом больше. Многие тропические бабочки также имеют сезонные формы, которые называются формами сухого и влажного сезонов. Однако перед тем, как стать великолепной или не очень, но все-таки бабочкой, проходит несколько фаз развития. Яйцо, гусеница, куколка, взрослая особь и магу. Продолжительность жизни бабочки зависит от многих факторов. Это климатические условия, видовая принадлежность, окраска. Некоторые виды живут не дольше нескольких часов. Бабочки вида монарх во взрослом состоянии способны жить до года. Некоторые из экземпляров лимонез ухитряются жить в течение нескольких лет, выдерживая даже температуру ниже 20 градусов мороза. Такие летуньи до самой весны впадают в спячку. Бабочка оборачивается крыльями, словно одеялом. Забираются в какую-нибудь щель или дупло. Некоторые бабочки прячутся в домах. А некоторые бабочки, как птицы, отправляются осенью на юг, преодолевая тысячи километров. Хотя у бабочек примитивная нервная система и считается, что они не могут запомнить для ориентира расположение звезд или ориентироваться по солнцу, путь мигранции самостоятельно находят даже молодые насекомые. Спят бабочки, сидя на ветках. Бабочки отличаются отличным зрением. Им доступен и ультрафиолетовый спектр. Один глаз состоит из 17 тысяч фасеток, многогранных кристалликов. Такими совершенными глазами могут похвастаться бабочки и разве что стрекозы. Насколько известно, только один вид бабочек способен издавать громкие, различимые людьми звуки. Это бражник мертвая голова. В случае опасности она издает пронзительный писк. Звук образуется при колебании выроста верхней губы насекомого. Бабочки вида медведицы способны издавать ультразвуковые щелчки для спасения от летучих мышей. Большинство бабочек питается цветочным нектаром, ведь им необходимы питательные вещества и сахар. Также им подходят подгнившие фрукты, потому что они могут засасывать мягкое содержимое своим хоботком. Некоторые бабочки питаются потом влажной минеральной глиной. Существуют бабочки-хищники. Это совки. Они обладают острым хоботком, который пронзает кожные покровы и позволяет питаться кровью животных. Бабочка-мертвая голова питается медом. В Красную книгу России занесено 20 видов бабочек. Бабочки исчезают. Их популяции становятся малочисленными из-за применения пестицидов от вырубки лесов и исчезновения растений, цветы которых являются кормовой базой. Современному человеку не нужно отправляться в экспедиции и долго выслеживать редкие виды бабочек и гоняться за ними с сачком, чтобы рассмотреть поближе. Огромное разнообразие бабочек можно встретить и в одном месте. Это парки бабочек. Люди научились ухаживать за насекомыми и создавать им наиболее благоприятные условия для жизни и размножения в неволе в инсектариях. Таких бабочек кормят раствором воды с медом или соком фруктов. По вольерам лежат разрезанные дольками фрукты, стоят паилки. Подобрано специальное освещение, увлажнен воздух и присутствует вентиляция. Расставлены ветки, огорожены секцией, сетками или плотными дверьми. Бабочки прекрасны и удивительны. Гусеницы прожорливы и своим внешним видом нравятся далеко не всем. Какой же вред и какая польза от бабочек. Гусеницы шелкопрядов пожирают растительность, но являются производителями натурального шелка. Наблюдения за бабочками могут помочь геологам при поиске полезных ископаемых. Некоторые растения предпочитают почву, богатой соединениями определенных металлов, например цинка, свинца. Цинковые руды нужно искать там, где растет фиалка золотистая. Обратить внимание на фиалку помогают бабочки перламутровки, любительницы этих цветов. Бабочки переносят пыльцу с цветка на цветок. По важности для опыления они стоят на втором месте после пчел. Гусеницы-капустницы уничтожают будущий урожай. Подпишитесь на канал, ставьте лайки, поддержите нас!